В Актубе учредители завода газобетонных блоков заявили, что их бизнес пытаются отнять. Иначе бизнесмены из России никак не могут объяснить тот факт, что их вагоны сырьем не пропускают к заводу. Предприятие простаивает вторую неделю. Рабочим уже сообщили об увольнении. 75 работникам завода газобетонных блоков владельцы раздали уведомления об увольнении. Российские бизнесмены другого выхода не видят. Они выкупили простаивающий объект, наладили инфраструктуру, вложили более 3 миллиардов тенге, в феврале запустили производство. Но заработать в полную силу завод не успел. Начались проблемы с доставкой сырья и отправкой готовой продукции. Владелец участка железнодорожной ветви перекрыл им путь. Изначально разговор был о том, что мы должны были отдать 100 тысяч долларов, так сказать, подписной бонус за то, что мы начнем работать. Предприниматели уверяют, что руководство Акруно вместо 1056 тенге за вагонный километр требует 30 тысяч тенге. Но даже за эту цену не дают проезда. В компании, владеющей ветвью, обвинения называют надуманными. У них нет таких разовых соглашений с другими ветвладельцами о том, что они согласны пропустить нас, о своем согласии, то есть пропустить через свою ветку. И мы тогда их пропустим. У нас есть утвержденный компенсирующий тариф. Согласно него мы пропускаем. Что-то лишнее в них мы не взимаем. В конфликтной ситуации теперь разбираются антимонопольщики. Обещают через неделю объявить об итогах проверки. В случае, если будут найдены нарушения со стороны монополиста, ему грозит штраф. Административное изыскание в виде штрафа в размере 707 тысяч тенге. И, естественно, если были превышены еще тарифы, как утверждает потребитель, то тогда, естественно, будет перешать еще. Российские бизнесмены, наслышанные о рейдерстве, опасаются, что у них отнимут их детище. Поэтому просят помощи у президента. Взывают к справедливости и рабочие компании, которые не хотят остаться без заработка. Иначе грозят объявить голодовку. Дайте нам дорогу!